Теперь о диагностике. Какие тесты у нас есть для того, чтобы оценить вот этот тромбоцитарно-сосудистый гемоастаз? Ну, во-первых, мы видим симптомы, да, то есть какие-то петехи, какие-то кровотечения. Что мы делаем? Общий анализ крови. Смотрим количество тромбоцитов. Много тромбоцитов, мало тромбоцитов. Если их мало, соответственно, нечем присоединяться. И поэтому у нас есть определенные проблемы. Мы можем сделать, значит, если у нас количество тромбоцитов нас устраивает, мы можем посмотреть мазок. В мазке мы, ну, опять же, можем посчитать тромбоциты по фоне. Кроме того, мы можем оценить форму этих тромбоцитов при определенных заболеваниях. Это будут крупные. Мы увидим гигантские тромбоциты. Гигантские тромбоциты могут наблюдаться при болезни Бернара-Селье. Второй момент. Мы можем увидеть обрывки эритроцитов. Это будет говорить о том, что есть какая-то гемиалитическая анемия, и тромбоциты могут расходоваться где-то еще. Поэтому у нас, например, в общем анализе крови мало тромбоцитов. Можем увидеть так называемые серые тромбоциты. То есть в них будут отсутствовать вот эти вот альфа-гранулы. Они будут без характерных вкраплений. Нет альфа-гранулы, нечего выбрасываться. Соответственно, тромбоцит практически бесполезен. То есть их число, в общем анализе крови, нормально, но они фактически бесполезны. Также мы оцениваем, как обычно, тромбиновое время и АЧТВ. Там тоже могут быть определенные отклонения в связи вот с этим вот фактором. Фактор вонвилибранда является переносчиком восьмого фактора, который участвует вообще-то во всей коагуляции. То есть если нет фактора вонвилибранда или он структурно изменен, то и протромбиновое время и АЧТВ могут быть изменены. Удлинение, соответственно, будет происходить, потому что нет вот этого несчастного восьмого фактора. Значит, непосредственно тест. Один-единственный, который оценивает тромбоцитарно-сосудистый гемостаз, это время кровотечения ПАЭВИ. Нагоняется давление манжетой, наносится на предплечье порез. Значит, давление поддерживается в манжете порядка 40 мм рт. столба. Наносится порез длиной 9 мм, глубиной 1 мм. И дальше мы засекаем время, за которое остановится кровотечение. В норме это составляет от 2 до 5 минут. Если меньше 2 минут, мы говорим о гиперагрегации тромбоцитов. Если больше 10 минут, мы говорим о нарушении агрегации. Если больше 15 минут, это какое-то тяжелое уже агентное состояние. О риске тяжелых, свидетельствующей о риске тяжелых кровотечений. И есть дополнительный тест, о них более подробный, когда буду разбирать специальные разные заболевания. Значит, этот тест с ристоцитином, он как раз оценивает наличие фактора Вон Вилебранда. Правда, не всегда. Есть отдельные виды заболеваний фактора Вон Вилебранда, болезни Вон Вилебранда, при котором этот тест все равно будет нормальным. Но это уже отдельно, он довольно редкий. Что значит, что это ристоцитин? Точнее, это ристамицин по-русски. Этот ристамицин – это антибиотик. Он стимулирует взаимодействие фактора Вон Вилебранда с гликопротеином 1B. Производится разведение этого антибиотика. И потом на стекле под микроскопом смотрят наличие агрегаций с различными концентрациями ристамицина. Соответственно, есть определенные показатели нормы. Если требуется большая концентрация, соответственно, мы говорим о том, что нарушено, есть какие-то проблемы с фактором Вон Вилебранда. Значит, что мы делаем? Мы назначаем и вливаем пациенту нормальную плазму. В нормальной плазме этот фактор содержится. И если это состояние корректируется, то есть мы влили нормальный фактор Вон Вилебранда, тест ристамицин должен улучшиться. Если он не улучшается, значит проблема не в этом, а непосредственно в самом гликопротеине. Какие дополнительные тесты мы можем провести? Это попробовать агрегацию с АДП, можем с тромбоксаном, можем с адреналином, арахидоновой кислотой, с коллагеном и так далее. На что направлены эти тесты? На выявление проблем с этим гликопротеином. Его ген может быть мутирован, он может не синтезироваться, и это одно из заболеваний. То есть все эти тесты будут снижены, показатель по ним. Точнее время агрегации, не время, а концентрация этих веществ, она будет увеличена. Точнее, она вообще будет значительно, скажем так, увеличена. Требуется большая концентрация этих веществ. Но при этом тест с ристамицином будет в норме. Потому что вот этот гликопротеин будет в норме, и фактор вонвилибранда будет в норме. И таким образом, по сути, если мы уверены, что проблема именно в этом звене гемостаза, что у нас есть нарушение времени кровотечения по АВИ, количество тромбоцитов нас устраивает, гранулы в них нормальные, их форма нас устраивает, но все равно есть какая-то проблема, мы начинаем поиск диагностический. Если, соответственно, делаем тест с ристацитином, не работает, допустим, работает, тогда мы проводим дополнительные тесты. Если тест с ристацитином какой-то заторможенный, что-то там не так, мы пробуем назначить нормальную плазму, смотрим, скорректировалось, не скорректировалось состояние. Но вот при этом заболевании, это заболевание Бернара Сулье, когда у нас этот гликопротеин отсутствует, на самом деле мы увидим это еще при микроскопии, потому что при этом заболевании характерны вот эти гигантские тромбоциты. То есть там не только отсутствует вот этот вот гликопротеин, но и сама форма тромбоцитов. Ну и последняя экзотика, которую никто практически не делает, есть одно экзотическое заболевание, синдром Машковиц, или он еще называется тромботическая тромбоцитопеническая пурпура. При этом заболевании мы увидим, там образуются антитела, антитела образуются к металлопротеазе, которая занимается тем, что редуцирует вот этот фактор вонвилибранда. И фактически вся плазма человека насыщена вот этими антителами, насыщена этим фактором вонвилибранда, который не редуцируется. И что происходит? И все это еще сопровождается артериитом, потому что это фактически запуск определенного аутоиммунного процесса. То есть происходит воспаление микрососудов, и микротромбозы, и лихорадка. И практически во всех тканях человека мы в маленьких этих сосудах, капиллярах, артериолах обнаруживаем гиалиновые тромбы, потому что вот это все еще и насыщено вот этим вот белковым компонентом. Значит, с диагностикой пока все. Еще чуть подробнее, еще к ней вернусь, когда буду говорить про заболевания. Субтитры создавал DimaTorzok